Видео, где я была в роли восточной женщины, ко мне очень-очень много добавилось арабских подписчиков, просто не каналы. Приветико всем, мои дорогие, любимые зрители. И что я хотела сказать. Не поздравляю вас, а как... С добрым утром вас! Сейчас утро, я уже пришла, я отвела ребёнка в сад. И вы знаете, когда вы встали после сна, ваша кровать должна проветриться. Но если вы её не заправите, то в ней появятся злые духи, потому что ночью вы как-то менее защищены. Видно всякие болезни и так далее. Но я её всё-всё-всё вскидываю с кровати, чтобы она проветрилась. Я покажу всевозможные варианты завтраков, которые вам очень будут полезны. Девчонки, все, кто уже видел, концепция нашей спальни до сих пор такая же. Это больше для новеньких. А завтрак полезен всем. Как раз для следующих съёмок спальни. Девочки, напишите, как было лучше со светом, с открытыми жалюзями. А сейчас попробуем со светом и с закрытыми жалюзями. Если вот так, как лучше. Короче, пишем, какой вариант вам понравился. Я тут же сама, кстати, посмотрю, какой вариант лучше. Со светом и без света переснимать не буду. Так, девочки, помним. На нашем первом стриме я разлила вино. Пятно отстиралось, но всё. Может, это моё самовнушение. Но мне кажется, что вот какое-то пятно, короче, здесь есть. Мы его просто набросим. Немножко трудно разговаривать, потому что всё равно у меня как осипший голос. И вуаля! Короче, с одним делом мы справились. Вот такая вот у нас концепция нашей спальни. И всё. Идёмте завтракать. Сейчас я вас поставлю. Во-первых, хочу показать ложечки. Потом я сделаю... Ой, всё, я сейчас начну с одного на другое переходить. Ладно, ложечки уже покажу. Сука, я сказала. Смотрите. Что-то мне жарко. Смотрите, какие ложечки шоколадные. Это с молочным шоколадом, а это с тёмным шоколадом. Так, вот мы с вами проснулись. Первым делом я уже выпила. Мы выпиваем стакан воды. Но это маленький. Таких стаканов нужно выпить два. Таких фужеров. Девочки, если вы начали худеть, вам обязательно нужен вот такой... Это у меня... Как он... Забыла. Гриль. Это и гриль, и тосты. Можно тут делать всё, что угодно. И я уже говорила, даже специально посвящала одну программу специально хлебу. Мы там говорили о том, как сделать хлеб менее калорийным. Ой, не программу, а видео, да? Вот. И сейчас... Короче, как сделать менее калорийным? Что нужно нам для этого? Для этого нам нужно обязательно его... Короче, когда вы его держите в холодильнике или в морозильнике, потом делать из него тост, во, немного уменьшается калорийность. Вот просто это золотое правило. Запомните. А, и хлеб должен быть полезным. Мы едим. Либо вот такой один хлеб. Это чёрный хлеб, вот видно, да? Смотрите, какой у меня красивый хлебусек. Он фиолетового цвета. Так, это хлеб ягодный. Орман. Лесные. Орман мейвели. Лесные ягоды. Это хлеб с лесных ягод. Он вот в таких тонких батонах. Продается во многих пекарнях. И вот такой вот батон стоит 10 лир. Но, поверьте мне, если вы не кушаете за завтраком или за обедом целую буханку хлеба, то этот хлеб мне хватает. У меня его больше никто не любит. Ему его только я. Вот теперь мы с вами берём стакан. Смотрите. Это, кстати, я поправила 3 килограмма. На килограмм я похудела. Главное главное, если вы уже похудели, боритесь за каждый килограмм. Если вы прибавили килограмм, ладно, там некоторые думают, ай, еще 8 килограмм, я его быстро сброшу. Прибавили 2. Ай, еще там килограмм, я его быстро сброшу. И так вот идёт. Вот смотрите, когда-нибудь это, ай, вот потом сброшу, очень плохо кончится. Поэтому боремся сразу. Ну вот я отдыхаю, когда уже 3, я понимаю, что это уже всё, да. И я начинаю быстро-быстро-быстро работать над собой. Так, вот, это юлав, кипек, это отруби. Вот я очень люблю, я, короче, наливаю, ой, насыпаю отруби в стаканчик. Вот у нас здесь именно че и кипек. Блин, девочки, я забыла. О отруби. Это всё дело. Заливаем кефиром. Залили стаканом кефира. Да, стаканчик кефира, правильно? Так, девочки, кто живёт в Турции, самый лучший кефир. Вот этой фирмы кефир самый крутой. Ни пинар, ни чим. И чим мне раньше нравился, но это намного вкуснее. Помешали и оставили это на столе. Пусть стоит и дожидается нас, когда мы с вами сделаем растяжку. Вариант номер два, да, завтрака. Фитнес хлопья. Да, их тоже ем только исключительно кефиром. Это не значит, что вы должны наложить себе вот такую большую-большую-большую чашку. Нет. То есть, вот такая тарелочка, и то она должна быть у вас неполной, понятно, да? Кефира можно побольше. Кефир, как говорится, не жалейте. Хлопьев немного поменьше. Я показала уже тосты. Значит, что мы делаем просто? Девочки, я сама делаю успесто. У меня есть во многих... Короче, поищите, там есть у меня приготовление, как его готовить. У меня всегда есть соус песто. Сейчас начнётся... Сейчас начнётся пост. В пост я приготовлю соус песто уже без сыра, пармезану. Эти хлебцы плюс соус песто, плюс я сама солю сенгу. Короче, это тоже у меня есть, поэтому долго на этом останется не было. Далее. И мой излюбленный завтрак, по-моему, вы на него уже нападали, по-моему, всё время на него нет. Нет, Илья, ошибаюсь. Короче, это наш незаменимый тунец. Я даже не слила воду. Извини, я кулинарный блогер, как не знаю. Что мы делаем? Мы берём миску, то же самое. Блин, в Ютьюбе говорят миска. Хотя мне это слово почему-то очень сильно раздражает, я не знаю. Ну, наверное, так правильно. Вот. Короче, берём такую тарелку, да? Если тебя что-то раздражает, замени это слово другим, даже если оно неправильное. Главное, чтобы тебе было хорошо. Берём такую тарелку. А я показываю, по-моему, кверх ногами, но ничего страшного. Просто я его уже вскрыла и перевернуть его назад не могу. Так, ещё нам нужна вилочка. Так, сюда поближе что-нибудь переставить. Короче, мы тунец выкладываем в эту тарелку. Дабы сохранить всё ваше спокойствие, веру в людей, я не знаю, что ещё сказать. Я буду где, что-то кладу куда, я эту часть буду вырезать. Потому что идеально у меня, я всё делаю очень быстро. Очень быстро, очень энергично. Но я делаю немножечко всё неаккуратно. Поэтому прощай меня за такой, как маленький минус. И чистим с вами яйцо. Девочки, вот мы почистили яйцо. Вернее, это то, что от него осталось. Я обычно варю два яйца всегда. Далее мы ложечкой разминаем яйцо. И превращаем это всё дело, как в рыбный яичный паштет. Девочки, немногие скажут, наверное, как ты повторяешься. Девочки, вот так вот всё перемешиваем. Берём наши... Если кому-то недостаточно, можете посолить, поперчить. Между прочим, как травы. Травы я приветствую. Я везде всегда добавляю орегано. С орегано как вкус лучше. У меня старшая дочь пришла, чуть вернулась. Потом спрошу, почему. Так. И просто накладываем наш паштет на яйцо. О, накладываем наш паштет на хлебцы. Такие хлебцы, я считаю, двух, ну ладно, трёх штучек вам достаточно. Если тёмный хлеб, я уже сказала, да, не больше. Ну, вот один кусок, потому что всё-таки, согласитесь, он как... Он очень крупный, поэтому желается на один кусок. Сейчас я кушать, девочки, не буду, я буду кушать попозже. Я буду кушать попозже, потому что я ещё занимаюсь растяжкой. А, после растяжки, девочки, я что-то тут это... Вот мы выпьем уже кефир, и через какое-то время мы уже поедим. То есть как... И тут у меня получается и первый, и второй завтрак. Девочки, перерыв между едой. Советую всем делать три часа. Три часа понемножку. То есть вот первый завтрак, вот второй завтрак, да. И поверьте мне, даже если вы худели и никогда не могли похудеть, попробуйте мой способ. И я думаю, он вам понравится. А, и побольше занимаемся спортом. Всё. Всех целую. Всем пока. И до следующих видео. Пока.